Итак, время наше подошло к, наверное, одной из самых неординарных и не похожих ни на кого рок-групп времен СССР. Да и после, наверное, тоже. Кто еще не понял, речь дальше пойдет о питерской группе Аукцион. Сейчас для меня Аукцион одна из самых любимых русскоязычных команд. Во всяком случае, это одна из супергрупп нашего рока, альбомы которой у меня почти все в плеере и которые я время от времени слушаю. Более того, один из альбомов Аукциона, который, я скажу чуть выше, я считаю вообще лучшим в роке не только СССР, но и нашего времени. И того, что сотворили парни из этой великой группы, наверное, вряд ли еще кто-нибудь сможет повторить. И хотя, я надеюсь, что, конечно же, нет. Но не будем, как говорится, забегать наперед. Поначалу же Аукцион мне не зашел, его просто не понял. Скорее всего, это было следствием того, что мне было еще мало лет. И музыка эта все-таки сложна для восприятия. И те же кино Алиса и Наутилус на то время были намного ближе мне, как по музыке, так и по текстам. Но впоследствии, по прошествии некоторых лет, Аукцион вдруг стал очень понятен, в то же время оставаясь загадочным, что становилось явлением просто уникальным. Во всяком случае, для меня это уж точно. Кажется, где-то звезды лихают. Эта планета тяжко вздыхает. Бомбы развозят, трупы берутся, после работы ряды демонстрают. Бомбы развозят, трупы берутся. Бомбы развозят, трупы берутся. Уникальность была не только в музыке, представляющей себя некую смесь авангарда, новой волны, джаза и фьюжна. Но и уникальность была в самой сущности группы. Например, как-то вернувшись из капиталистической сытой страны, у них спросили, ну как там? На что они ответили? Скучно. И жить там, где ты не гоняешься за колбасой или не стоишь в очереди, нет просто смысла. Хотя сама группа и была образована еще в далеком 1978 году Леонидом Федоровым, но основная деятельность у коллектива началась уже в середине 80-х. Подоспел также и первый диск коллектива, который получил название «Вернись в Соренто». Что можно сказать? Дебют, как по мне, конечно же, сильно отличается от следующих опусов этой неподражаемой группы. Это вызвано прежде всего тем, что на нем еще нет тех философских и психологических пассажей, как на будущих творениях. А наоборот, «Вернись в Соренто» — это прежде всего такой себе разбойничий вертеп, созданный в таком себе сумасбродном доме, где каждый приносит некую маленькую частичку юмора и обезбашенности, создавая то сумасшествие, присущее только этому первому их творению. Второй альбом под названием «Как я стал предателем» был также сумбурен, как и дебют, и посвящен был прежде всего своему времени. Времени, когда все то, что запрещалось печати, хлынуло наружу. Не знаю, может на то время этот диск и отдавал антисоветчина не по-детски, но срывал крышу не только своими текстами, но и своей неповторимой музыкой. Новаторство в музыке не заканчивалось и дальше. На третьем опусе под названием «В Багдаде все спокойно» аукцион вдруг обратился к Востоку, который добавлял уже к авангардному звучанию восточные мотивы, образы и мелодии. Во всяком случае, один из моих самых любимых альбомов у этой группы, это уж точно. В 1990-м выходит четвертая диспетерская группа под названием «Дупло» или «Жопа», как он первоначально назывался. Но из-за цензурных соображений был переименован, дабы быть потом выпущенным легально на мелодии. Что можно сказать, на нем аукцион почти вышел на пик своего творчества. Ранние приколы почти уже закончились. На замену пришли страшные будни и безнадега. За это и начинаешь восхищаться этим великим коллективом. Во всяком случае, кто еще не слышал «Дупло», как говорится, бегом качать и слушать. Такого сейчас просто нет. Если этот четвертый альбом был великолепен, то следующий эпос аукциона под названием «Бадун» стал просто космическим. Более того, я его считаю номер один альбомом нашего русскоязычного рока. И это не просто слова. «Бадун» просто во всем великолепен. Это касается как и музыки, которая просто вводит в экстаз своей прежде всего атмосферой. Как будто попадаешь в потусторонний мир под звуки бубна, как песня «Ты ушла», погружающий в вас некий гипноз от решенности и депрессии. А также это удается и текстам. Таких психологических и сумасшедших мыслей вы вряд ли где услышите. В «Бадун» их превеликое множество. Короче говоря, альбом на века. И мне реально жалко человека, который не слышал этот шедевр. И тем более жалко, который слышал и не понял. Воздух боится света, город сжимает стены. Камнем ложатся тени, душные как зола. Ветер носит клочья, селые хлопья пены. Нечего делать ночью, ты от меня ушла. Надо сказать еще спасибо SNC Records. Ведь записан «Бадун» очень классно. Погружая тем самым еще больше в свой мир параноидального воображения и депрессивного звучания. Так что, как говорится, кто еще не слышал, бегом качать и слушать. Кстати, у меня, кто еще не видел, есть видео в рубрике «Великие альбомы», где я побольше рассказываю об этом великом диске. Так что, кто еще не видел, я оставлю ссылку под видео. Обязательно посмотрите, ведь альбом реально великолепен. «Великие альбомы» Я верный, пока я не жив. «Великие альбомы» «Каллюцина, каллюцина, каллюцина и юга» Конечно, Бадун, как по мне, стал вершиной аукциона, но это не означает, что группа после него сдулась. Конечно же нет, ведь выходили далее не менее значимые работы, но это, как говорится, другая история и не попадает в наш регламент, так что мы продолжаем. А продолжать в принципе уже не о чем, остались только группы, на которых я не нашел никакого видео, а именно, например, группа Акцент, в которой начинали всем известный клавишник группы Арии Мастер, а именно Кирилл Покровский, и басист потом Великолепного Куриза, а именно Федор Васильев. Группа же тогда записала свой единственный альбом «Ветер перемен» 1982 в духе арт-рока, так что, кому интересно, откуда вышли наши великие металлисты и чем они занимались, до мастера и круиза «Ветер перемен», как говорится, в помощь. Еще одной командой, давшей старт другому нашему роковому гуру, а именно Александру Иванову, лидеру группы «Рондо», стало в свое время коллектив «Аэропорт», который был примером в свое время уникальной единицы, где играли «Электропоп» и «Новую волну». Уникальной была также и группа из Риги, а именно «Атональный синдром». Если «Аукцион» — это авангард, то «Синдром» — это супер абсурдный авангард. Во всяком случае, слушать то, что играла эта группа, минимум неудобно, максимум не перевариваемо. Такой чумы вы вряд ли еще где-нибудь найдете. Еще одной группой, которая творила в годы СССР, стала «Аспирантура». Отворила она много. В период бума-рока в СССР «Аспирантура» записала с 1986 по 1989 годы аж пять магнит-альбомов. Так что, кому интересно, может поискать их в интернете. Благо, проблем в этом сейчас нет. Ну и последней на сегодня будет панк-рок группа «Амба», которая получила известность уже в 90-х и начало 2000-х. Ну а на этом у меня пока все. Следующую программу я начну с буквы «Б», так как на «А» наконец-то, я думаю, мы закончили. Во всяком случае, то, что я знал, вы здесь все увидели. Но, конечно же, кого я не назвал, пишите в комментариях. Я думаю, всем будет интересно об этом узнать. Подписывайтесь на канал, группу ВК, ставьте лайк. С вами был Вульф. Всем пока и до новых видео меломании. Субтитры сделал DimaTorzok